Всем известно, как и многое другое, о чем я вам рассказывала, но, как правило, на садовый центр приезжают за калины, если нужны ягоды. Редко кто знает, что калина, она многофункциональна в использовании, да, и в том числе из нее получаются прекрасные, прекрасные живые изгороди. Не могу сказать, что очень высокие, но изгородь высотой выше моего роста, то есть около двух метров, красивую стриженную с калины, я видела, впечатляет. Особенно если при стрижке, бывает, проскочили, не состригли все цветки, и, конечно, осенью, когда появляются ее вот краснеющие ягоды, такая изгородь, прям, как украшена этими ягодами, добавляет эффекта. Еще есть одна калина, и мы рядом стоим. Молодцы селекционеры, сделали два хороших сорта, они похожи друг на друга, очень похожи друг на друга. Калина компактум и калина нанум, обе из вида обыкновенных. Эти калины можно использовать в создании низких бордюров. Если нужно подчеркнуть цветник, да, подбить какой-то пистарник, создать дополнительный эффект, то вот калина обыкновенная нанум и компактум могут быть использованы. В принципе, это ее уже максимальный рост. Если ее немножко стричь, куст будет плотнее. Но с высотой мучиться не надо, да. Хотим высокую живую изгородь, используем калину обыкновенную. Хотим низкий бордюр, используем эти сорта компактум и нанум. Причем из-за того, что вот эти маленькие сорта можно практически не стричь, они хорошо держат форму самостоятельно, вот здесь как раз-таки можно получить вот эти вот украшения, да, ягоды. Сейчас желто-красное красивое, дальше будет еще красивее, будут набирать цвета осенью, и лист краснеет. В общем-то, калина очень красивая, очень выигрышная кустарник для создания вот таких вот эффектов изгородей и бордюров.